всем привет с вами я дмитрий фреско меня зовут игорь алексеев да вы знаете наверняка вы видели игоря и оксану она сейчас в пароль оператора вы видели в ролике про копчение игорь был профессиональным восхитителем а сейчас он приехал в гости и привез пиво собственного производства домашний пивовар да и мы сейчас его будем пробовать вы будете облизываться и завидовать давай начнем с пробы а потом его задать вопросы ну давай тогда я предлагаю начать с пива которое называется у нас оксаночка вот под это пиво есть у нас история и ты сказал что все пиво с историями бы нет ой какой цвет так но прежде чем до рассказать попробовать цвет красный запах на теле тоже класс в испании нет немного из-за всю испанию по крайней мере вот в нашем регионе если приходишь там пообедать в кафешку ресторанчик барчик какой-нибудь и просишь пиво то те даже не задают вопрос какое какое есть скажу что есть бутылочная два максимум три вида и подавляющее большинство пива которые здесь пробовал это пиво очень легкая прям как будто водой разбавленная в жару это самое то все классно но вот сейчас вроде как весна на самом деле температура зимний совсем поэтому таки а где-то и сидим и хочется каких-то более насыщенных вкусов пиво с насыщенным вкусом найти по крайней мере в окрестностях крайне сложно и вот вот это вот эта вещь так ты говорил про историю но сначала вопрос как ты вообще дошел до жизни такой что начал пиво я думаю это достаточно банально для всех пивоваров просто была неудовлетворенность качеством пива и казалось что ну вот 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 где-то истинно рядом можно что-то сделать самому тем более вдохновлялся таким примером как ты вот стал тему смотреть и оказалось существует индустрия целая и у него кстати богатая история американцы лет 25 назад сделали крафтовую революцию вот прошли все эти пути в кастрюльках домашних там в чанчиках вот до вполне такой себе серьезной коммерческой индустрии вот и она уже начала присутствовать у нас на рынке в стране суши но при твоей загруженности у игоря компания серьезная и пахать там и пахать собственно говоря и как находишь время на все это дело у любого человека хобби должно быть какое-то да я например когда занимаюсь пивом я делаю это единолично без всяких помощников и у меня голова свободна от вообще любых мыслей вот эти там пять шесть часов когда я непосредственно делаю пиво это для меня отдых не хуже там не знаю поспать на пляже поваляться и что-то такое но я думаю ты понимаешь когда так очень интересно готовишь такую вот ну и соответственно я стал интересоваться как бы есть два пути в это дело миф о так называемом баночном пиве из каких-то там порошков или там баночек он на самом деле имеет под собой основу действительно выпускаются концентраты для желающих заниматься пивоварением такой простой путь покупаешь концентрат условно говоря разводишь воду его там кипятишь немножко хмель дрожжи задал стоит себе вот и в принципе получается очень неплохо в америке даже есть конкурсы домашниках которые работают с концентратами я купил несколько штук запустил процесс брожения вот и стал читать дальше следующий этап есть такое понятие all grain это чисто зерновое пивоварение и многим домашникам они сосредотачиваются на баночках кажется что all grain это очень сложно масса оборудования непонятного там чего-то надо изучать это действительно так надо много знать много читать много информации переработать но с точки зрения практического процесса большой сложности нет и я с параллельно сразу запустил это это да у меня еще стояли бродили стала бродила пиво которое сделал из концентратор я уже вовсю там крутил мельницу молол зерно на этой мельнице салада специально мельниц купил или мясорубки меня специально дух как это двухвальцовая мельница с бункером есть то есть нужно вложиться был для производства пива по сути ну нужно да на самом деле это важным как там на самом деле каждый момент важный и мельница тоже важно лучше трехвальцовую покупать если что сразу говорю о возможности я сейчас слушаю наверно также как и вы но тех не из вас кто не готовит пиво для меня все три трехвальцовый это двухвальцовая ну то же самое что там чуть из высшей математики или из из мотоанализа термины ничего не понимаю но интересно его бывает двух типов это лагер и это и отличаются они способом точнее говоря не способом а тем как бродят дрожжи у лагер от дрожжи низового воображения не оседают на дно танка и там производит свою работу у или дрожжи плавают верху как правило и это пио называется пивом вихровое воображение иначе вот все два типа все а так и лагер можно сделать он светлым любого вкуса абсолютно без разницы вот ты хотел спросить да по воду ворий я хотел створи до в том числе ты спрашивал неудачные марки у меня сразу все хорошо получилось вот мы более-менее хорошо там со своими ну выливать ничего не захотелось меня и наоборот меня мотивировало дальше работать но одно из пив экспериментов которые делал пивные я делал вот такой вот красное пиво вот у дима лучше кстати видно что она красная я очень интересовался делать пиво похоже на мои любимые бельгийские сорта вот это была попытка сделать красный фламандский эль быстрым способом красный фламандский эль это отдельный стиль пиво кстати пиво все классифицировано американцами естественно разнесено по категориям имеет цифробуквенное обозначение и красный фламандский эль это очень такой ну интересный достойный серьезный сорт у нас кстати продается ну чтобы можно было там понять о чем я говорю роденбах роденбах гран-крю вот единственно что он выдерживается в бочке там год или около того вот а это прицеп такого быстрого пива необходимый уровень кислоты цвет достигается путем добавления гибискуса туда чайная роза вот суданская это не химия не химия все натуральное сто процентов здесь ну вот и первое пиво которое такое сделал мне не очень лично самому понравилось я немного переборщил с гибискусом она была сильно кислая очень ну и как-то вот что-то мне не ну не понравилось но при этом она очень достойная все зато моей жене понравилось безумно она стала просить меня варить такое пиво чаще больше и она теперь традиционно при каждой варке называется оксаночка вот такая история за оксаночку отлично говорили что затратное дело да вместе в оборудование вложиться от по первоначальному на первоначальном этапе сразу когда я интересовался этим делом и когда уже почитал был готов начал варить зерном я подумал о том не купите мне автоматический двухпосудный варочный порядок условно говоря это вот как примерно как промышленная пивоварня две большие емкости насос перекачка сусла там и так далее все на автоматике и был готов даже это сделать пока вел переговоры с поставщиком подумал ну поварю пока в кастрюльке вот набью руку вообще пойму моё не моё это как следует и вот уже почти четыре года я так кастрюльки и варю все это да я видел фотографии и кстати вставлю эти фотографии вставлю эти фотографии кастрюльки объем хороший объем но на выходе до 20 20 примерно 25 литров получается в зависимости от того какое пиво какой плотности какой сорт мне хватает хватает моим друзьям на вот я начал думать опять покупки большого варочного порядка литров на сто потому что как-то быстро я уже раздаю все я ну ведь я говорил я 45 бутылок с каждой варки выпиваю сам остальное все раздаю а что я услышал те кто не знает варка вот игорь сказал 6 часов варить это 6 часов варится а потом она еще стоит и бродит ну две недели примерно неделя две недели первичное брожение это бак с гидрозатвором плюс еще вторичное брожение ну тоже там около 14 от начала до конца минимум месяц и в бутылках я держу пиво в бутылках карбонизация как взросление что ли дни 30-40 еще то есть реально чтобы попробовать вкусного пива от начала варки до конца два месяца знаешь очень многие домашние пивовары делая первый шаг обламываются на том что им хочется пиво быстро они начинают сосать его вот эту брожку бродящих говорят дрянь фу и выкидывают это все оставляют прекрасно понимают на то же самое ерунда с колбасами да вот я колбасы делаю кстати вот эти колбасы которые вы видели вот это это салями милана вы уже видели в ролике очень вкусно она теоретически должна быть готова за нам 28-24 дня после того как ее набил реально вот это было 21 февраля набита колбаса 21 января набита колбаса а сегодня у нас какой сегодня у нас 13 13 13 апреля вот и эту колбасу я начал есть всего-то две недели как представляете две недели как-то во-первых там батончик взрезал только она сейчас стала как и нормально вкусная следующее пиво которое хотел бы тебе предложить попробовать это пиво в стиле сезон фермерский сезон или фермерский эль этот стиль он тоже пришел культивируется в бельгии и сезон сезон пиво сезонное было она варилась на сезон весной в 1 сезон вот этих летних сельских работ это связано с температурными параметрами или из с температурой слона говорят его вкусовая вкус 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 ароматические свойства связанные как раз температурным режимом брожения потому что это пиво бродит в тепле до 30 там 33 градусов может продить она дает очень интересный у нее фенольность тогда лучше раскрывается в теплоте в тепле она правильно сказать такое пиво очень интересное один из моих любимых стилей сезон ну как я сказал она бельгийская все бельгийское пиво имеет на мой взгляд уникальные профили дрожжевые которые определяют вкус пива такая бутылка это дань историческим фактам семьи крестьянские в Волонии они собирали бутылки пустые из-под шампанского и вручную закатывали до сих пор есть пару хозяйств которые вручную такое пиво закатывают бутылки сами крутят мюзле мюзле кому как лучше нравится зле эта проволочка если кто не знал и конкретно это пиво вот этот рецепт вот он называется я французское название автор рецепта ему дал я не автор рецепта зал чужой и где же тут собственно тыквой я так перевел вот это название дело в том что этот сезон это тыквенный сезон вот и я вам расскажу при этом еще одну историю про тыквенное пиво я люблю тыквенное пиво я его делаю много часто и в разных стилях тыквенное пиво ну понятно тоже получила распространение в америке так называемый pumpkin l в сезон когда там перед хэллоуином осенью его можно встретить в любом баре в любом магазине в большом обилие изобилие ну вот это пиво но не должно быть светлым прозрачным вот но может быть и должно быть светлее классический рецепт но так как здесь тыква но имеет такой более плотный желтый такой интарный я бы сказал цвет цвет вообще балде это цвет связан как раз с тем что при варке задавалась тыква туда давай уже попробуем тыквенный сезон или сезон от тыквы здесь тело ты на вкусе на языке можешь чувствовать я сначала запахом разберусь то есть понять на первое пиво корму пробовали который называется оксаночка вкус был какой-то более такой мягкий теплый здесь такой какой-то слегка режущий аромат мне кажется такой классический сезон вообще должен быть сухим похож на шампанское вот сухость это основная черта сезона вот но очень прикольно такой горчинка на послевкусе какая-то очень 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 так далеко появляется это фирменная черта вот этого штамма сезон нет она тоже очень нравится он тут естественно хмель есть хмель тоже дает горечь собственно за этим и кладут его кстати есть еще одно заблуждение что хмель связан с алкоголем это не так у меня заблуждение что он изображение что нужно чтобы родил хмель никак не связан с алкоголем и никак не связано серьезно он меняет просто вкус пива по поводу тыквы и американцев я когда стал эту тему изучать я с удивлением узнал что американцы сами об этом пишут что больше чем половина его который продается с названием pumpkin l не содержит тыквы вообще тыкву даже не показывали пивовару во время варки до дело в том что у них всегда в рецепте тыквенного пива присутствует некий набор пряностей смесей который штатах продается под названием упакованный называется pumpkin pie тыквенный пирог похоже этот пирог он вшит в культурный код американцев с детства ну примерно как у нас у меня с тобой может быть запах этих ватрушек которые в детском саду вымел на там понимаешь да там что-то такое им достаточно этих специй чтобы сработал рига да это тыквенное пиво я делал такое пиво ну в принципе ну прикольненько можно поднять немножко тело солодом там по солоду поиграть принципе даже очень неплохо но все-таки я люблю делать натурального с тыквой тыква должна быть очень сладкая точно вот здесь в воскресенье рынок будет можно на 1 рынок поехать и посмотреть что у фермеров там с тыквами какие есть давайте подобрать я тыку кстати всем рекомендую в рацион включать да к мясу и суп там и все это очень я делал на рецепт один я его не снимал давно свое время еще когда я писал рецепты и фотографировал они видео делал я делал рецепт мясо в тыкве там сначала мясо слегка обжаривается до румяности с овощами потом закладывается все в тыкву в соусе получается и это тыква отправляется в духовку и запекается долго ждать получается от в цельной тыкве с крышкой закрытой такой тушеное мясо вот выгребаешь мясо с овощами и ешь тыкву я сделал это блюдо но я вы не попробовал потому что тогда когда я пришел с работы она должна готовиться она уже кончилась подобрались к следующему пункту нашей дегустации хотя могли бы конечно больше их сделать но ты просил с историями вот это вот пиво с историей история и такая достаточно прикольная ездили в прошлом году в прагу с друзьями на концерт guns and roses вот ну естественно я был гидом по пивным заведением праги вот и составлял эту программу я их вводил заведение которое называется бар у медведку он есть во всех путеводителях все желающие могут легко его спокойно найти это комплекс это гостиница ресторан большой куда приводит туристов автобусами таки длинные лавки вот их садят прям они получают порцию утки там свой литр немцы или два будвайзера сидят пьют радуются довольны и все потом уезжают вот но у них есть маленькая совершенно пивоварня экспериментального плана такая варят они литров там по 100 там но мест человек на 40 посадка идет тут же за стеклом видно вот этот процесс брожения танки брожения стоят они прикольно кстати сделан там система охлаждения температурная просто садовые шланги с холодной водой спиралями в каждый бак уходят и все вот ну так все простенько они делают несколько интересных очень сортов подвальное пиво ну по-другому она у них называется там 1867 там или что такое даже была розовая пшеничная у них в меню шампанское пиво вот есть у них безусловный такой хит в принципе почему все люди кто интересуется пивом ездят в прагу в этом вот место заходят в этот бар медведку пиво x33 что такое x33 речь идет о том что это высокоплотное пиво сваренная из сусло очень высокой плотности условного 33 градуса плата система шкала которая показывает насколько плотное сусло я был два года назад перед этим в праге мы с женой зашли в этот бар и попробовали это пиво его подавали в небольших бокалах с бердекелем с таким на котором было написано don drink it alone мы на себе действительно почувствовали мы выпили по бокалу этого пива и так в некоторой растерянности бродили там по вацлавской площади где-то сейчас наверно приходили в себя сколько сколько получается там спирта в нем результате ну трудно сказать градусов 12 наверно но понимаешь действует это как портвей ну да вот и мы пришли с друзьями в прошлом году в этот ресторан и сели заказали еду и стали пробовать всякое другое их пиво по нарастающей естественно с пивом кстати такая же тема градус лучше повышать давай повысим и ты продолжил рассказ и да я хотел я хотел кульминации вот это вот пиво своим друзьям презентовать как вершина наверное я люблю я люблю на самом деле плотное высокоалкогольное пиво мне кажется ну не только мне что алкоголь он лучше раскрывает солодовый характер подчеркивает вот эти вот возможности пива я не люблю легкотельное там пустое пиво пены не так много потому что это очень плотное пиво высокоплотная вот но цвета и и сам цвет такой вот ну нефтяно-желтый да вот у меня один товарищ это пиво нефтью назвал она абсолютно практически не прожачная как вселенная стивена хокинга сначала попробовать продолжение истории назначена слушайте по запаху мне это напоминает квасное сусло когда она на только-только вот начинаешь его заводить очень насыщенный с сладкий какой-то с такой легкой кислинкой с жженым сахаром наверное и медом почему-то прям медом вообще запах любой слушать класс она сварена с американским хмелем каскад который на мой взгляд идеально для высокоплотных сортов так ну так и ладно и этот x33 бар этот вот доходим и до этой точки кульминации своем ужине я заказываю это пиво x33 ну все вот как бы вставим точку я люблю на самом деле пойдем бар допустим пить пиво в конце заказать какой-нибудь именно крепкая плотная такой барливайн там айсбок бармен спрашивает а вам типа 0 3 0 или 0 5 я в удивлении потому что когда два года назад был его давали только 0 25 окей приносит он это пиво ну темная в бокале пенка начинаем пить белая пенка причем но вот будвайзер темный будвайзер я вызываю сначала официанта вот он я ничего не знаю типа чем не дают там я наливаю все не гнузови администратора мы общаемся я говорю вот это не то пиво это вовсе не оно вообще не то они горят нет мы ничего не знаем что вот у нас есть я говорю как вы не знаете вы сами варите его ну вот вот ну посмотрите вокруг вот тут все такое пиво пьет в общем мы это дело обсуждаем я как и говорил вам напротив нас есть стекло и там видно что вот это все бродит его ребят я сам пивовая вот там у вас бродит пиво там есть инструменты давайте померяем плотность сахара алкоголь вас же наверняка все это есть ой нет мы не знаем туда-сюда вот посмотри еще раз вот эти люди сидят и пьют и все нормально в общем чем чем дело закончилось когда понятно стало что ребята не очень готовы как-то нам пойти на встречу я предложил вопрос решить в европейском стиле позвать полицию то есть туристического комиссара полицию и так далее моментально включили заднюю предложили нам не платить за это пиво как бы все проводили нас свежливо с улыбками и так далее короче облом получил облом получился я решил не секундочку когда туда нужно можно ехать туда когда не надо теперь не знаете вообще непонятно да когда мы так были в прошлый раз было но у них было объявление что они варят его раз год примерно 600 800 литров то есть она не кончилась и либо так либо вообще они перестали отодеть потому что реально это сложное дело я вот свое пиво 4 дня варил для примера вот я тебе говорил ты решил короче его это самое дом для друзей для вот тех кто со мной там был и не смог попробовать это пиво я решил сварить близкий вариант какой-то чтобы стало понятно людям вообще чего это такое потому что кто-то мне пытался там сказать нормально чуть его распокойся и ты его ты его сварил я сварил да вот этому пиву примерно около года примерно около года кстати домашнее пиво очень хорошо хранится реально очень хорошо хранится ты говоришь четыре дня его варил это перерывы какие-то сварки лека вот я тебе расскажу как дело в том что у меня система ну вот этот мой бак ведь я показывал кастрюлю есть понятие эффективности я туда могу положить всего лишь максимально определенное количество солода вот соблюсти какой-то гидромодуль более-менее приемлемый получить суток гидромодуль отношение солода к воде вот и я делал как я варил четыре дня разное пиво но первичку вот самый такой смак самый жирный слив я собирал для того чтобы варить это пиво у когда я набрал нужное мне количество я устал варить я варил 7 часов ну даст когда сусло сливают затор и его надо варить потом и вот на этом этапе добавляется хмель там какие-то другие ингредиенты если они нужны кость растянулся у меня был офигенный шишках хмель каскад американский каскад прекрасный хмель вот идеально здесь вот сел вообще ты покупаешь через интернет ну ты знаешь я часто езжу за границу как правило я покупаю за границей но в принципе в россии все можно купить что нужно за исключением каких-то особенных отдельных редкостей вот это это тоже не проблема какие вложения нужно на первоначальном этапе для получения оборудования там минимально ну давай так скажу я тебе первое пиво зерновое полностью зерновое я варил вложив это дело ну не знаю долларов двести-триста это на оборудование все это исключая зерно дрожжи хмель там и так далее а потом у тебя получается там выход условно себе стоимость там котел этот стоил там 30 по моему мешок там экран поменял на металлический понятно это значит первоначальное вложение а сейчас себе стоимость там литра пива у тебя ну где-то в зависимости от того если если это не ай пей то есть пиво где много хмеля дорогого американского то это 60 рублей за литр так примерно если больше хмеля но 80 ну то есть тут получается так что если вы раздумываете чем мы таким прикольным интересным заняться какой хобби себе придумать то вот вам кроме колбасы которые стараются вам рекламирую в качестве хобби сыровяленый ну не только сыровяленый вот он еще один вариант мне кажется очень интересно вот ты вот мне кажется должен мог бы здесь задать вопрос покупая ли я пиво в магазине да я покупаю я покупаю коммерческое пиво я очень люблю российских крафтовых коммерческих производителей это позволяет быть в тонусе во первых следить за трендами смотреть у кого как получается я тебе скажу еще одну историю когда только начал делать пиво мы поехали на конкурс домашних пивоваров заплатили денег за эти деньги мы могли участвовать в жюри народное жюри такое там все заплатили всем дают попробовать это знаешь сразу мою самооценку подняло на невероятный уровень из 21 образца в принципе пить можно было там 5 и я четко понимал что пиво которое делаю я однозначно вот круче лучше да слушайте но увидите да то есть можете влиться в ряды пивоваров это несложно недорого вот если тему денег затронул в россии очень много пивоваров именно из-за денег в эту вступают в эти ряды многие зарабатывают на этом условно грести ты у тебя система там на 100-300 литров уже можно продавать какие-то деньги отбивать вот ну для меня это хобби конечно вкусное пиво хорошее хобби мне всегда есть чем заманить друзей в гости игорь меня постоянно собственно говорят то сколько в гостях находится постоянный вид давай займись тем самым пивом я бы точно занялся совершенно однозначно если бы было кого угощать в округе потому что ну да его куда-то девать надо надо надевать потому что варить по литру для минуты но те рассказывал есть такие примеры но это очень сложный путь на мой взгляд это сложный путь варить по литру и ну этот вешалка такая вот пиво у меня к сожалению пьется ну может быть она в силу того что то пиво которое есть могу управлять покупать магазине это 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 легкая как водичка дима чуть-чуть преувеличивает мы с ним проехались вот вчера позавчера кое-что есть магазинах здесь что можно покупать в том числе местная в том числе вчера в баре там вот нам предложили спокойно на выбор либо галисийская коммерциаль либо артизан мы вчера были в баре условно говоря с отогнутыми пальцами в которой нужно записываться вот потому что подавляющее большинство баров 99 и 90-х рядом не стоял с этим вот вот совсем то есть уровень этого не сравнить то есть найти можно естественно если заморочиться но вот но в россии но у нас крафтовая революция пришла по крайней мере в питер в москву причем я бы питер на первое место поставил екатеринбург очень славен своими традициями нового крафтового пивоварения так что ждем в гости классно спасибо большое за рассказ вам спасибо за компанию и всем пока